Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Гагарин Григорий Григорьевич Русский художник, любитель, иллюстратор, исследователь искусства Архитектор, обергофмейстер двора его императорского величества Вице-президент императорской академии художеств Тайный советник Представитель старшей линии Гагарина Родился в 1810 году в семье дипломата Князя Григория Ивановича Гагарина Крещен в 1810 году в церкви Божьей Матери Владимирской в придворных Слободах Крестник Гурева и Свечина Когда Григорию было 6 лет Гагарину уехали в путешествие в Рот И осели в Италии Где Григорий Иванович исполнял обязанности посла Дом Гагарина в Риме был центром культурной жизни русской диаспоры Его постоянного посетителями были пенсионеры Академии художеств Александр и Карл Берлова Бруни, Щедрин, Басин, Гальбер Григорий Иванович помогал молодым художникам найти заказчиков Получал для них разрешение на снятие копий произведений Которые хранились в частных собраниях Рима Решал их бытовые вопросы Его сын Гриша с ранних лет интересовался живописью Первые опыты датируются 1815 годом Это были рисунки, акварели, выполненные с натурой Семейные портреты, пейзажные зарисунки В домашнем театре ставили пьесу, недоросли И Гриша, Гагарин вместе с Карлом Брюловым Работали над декорациями, спектакль С Брюловым он ходил на ютюбы В 14 лет родители отдали Григория в колледж Толомеева в Сиене Где он учился 2 года, а потом возвратился в родительский дом в Риме Вместе с родителями путешествовал по Европе Бывал в Париже, где жила его сестра Софья Петровна Свечина Он был причислен к парижскому посольству под судьи Борга В должности актуариуса Актуариус судебный писец Заносивший в регистр представленные в суд акты И пишущий сами акты Лицо, которому верялось хранение актов в присутственных мест То есть дел, протокол и журналов Служебные обязанности занимали немного времени И Григорий воспользовался этим Начал посещать Сарбону Где избрал курс архитектуры и строительного дела А также слушал лекции по математике, праву, филологии и философии Провел в поездках по Европе, Париж Путешествовал и расставался с Сарбоном для набросков Знося туда свои дорожные впечатления В 1832-м Григорий приехал в Петербург И поступил в Азиатский департамент Коллеги иностранных дел В советском обществе он быстро завоевал Репутацию искусного рисовальщика В круге его знакомых входил Жуковский, Пушкин А доевский Гагарин выполнил серию иллюстраций Поэме Пушкина, Руслана Людмила И сказка о царе Салтаре Его работы понравились поэты И он доверил Гагарину проиллюстрировать Три неопубликованных стихотворения А позднее сделать обложку и литературный лист для планировавшего издание повести А.П Сюжетом для нее стал эпизод из Пиковой дамы Герман перед Графиней Вместе с отцом совершил поездку в Москву в 1833-м году Вторая столица заинтересовала Гагарина прежде всего своей древней архитектурой Он выполнил акварельные зарисовки московских памятей в зодчество Его рисунки отличаются вниманием к изображению деталей И в то же время удачно передает общие впечатления от сооружения В 1841-м был зачислен на военную службу Прекомендирован к барону Ганну Участвовал в черкесском походе За что был награжден урденом Станислава Третьей степени Участвовал в экспедиции Чернышевого в Дагестан Прекомендирован к князю Воронцову Командующему отдельным Кавказским округом Кроме военных и административных обязанностей За которые он получил несколько орденов Чины Ротмистра, полковника и генерала-майора Гагарин много работал для нуж кавказских городов В Тифлисе по его проекту построен театр Также восстанавливал фрески в Сионском соборе И в старых грузинских монастырях Включая Грузинскую Британию В 1855-м был назначен составить Превеликой княгине Марии Николаевне Как президенте Академии художеств В 1858-м произведен генерал-майор И зачислил свит его императорское величество В 1859-м получил должность вице-президента Императорской академии художеств Получил должность тайного советника Должность вице-президента академии Занимал до 1872-го года Многое сделал для академии Были организованы платные выставки Произведений молодых художников И редких произведений Для обеспечения источника доходов Для пособий учащимся академии Был приведен в порядок музей Академии художеств Художники и любители искусств Получили возможность во всякое время Пользоваться музеем В настоящее время фонд Гагарина В русском музее насчитывает Около 4000 единиц хранения Половина которых составляет Рисунки и наброски композиций На ориентальные темы Ну вот так вкратце О интересном человеке Князик Григорий Григорьевич Гагарий Русский художник-любитель иллюстратор Исследователь искусств Архитектор Обергофмейстер Двора Его Императорское Величество Вице-президент Императорской Академии Художеств И тайный советник Пока-пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok